Привет! У нас начинается новый сезон Доктора Юрьевой и сегодня невероятный сюрприз. У меня в гостях мама, которой восхищаются многие, которая своим примером показала, что нет никаких границ, а можно добиться абсолютно всего, чего ты хочешь. Российская спортсменка, член сборной России по фристайлу в дисциплине скикросс. Мама двоих детей, создатель собственного бренда одежды Мария Чиадаева. Маш, привет! Привет! Всем привет! Мой первый вопрос. Как ты добралась и легко ли было доехать до этой студии? Нет, это была моя самая сложная студия в жизни. Самая сложная? Да, по количеству лестниц, потому что мы поднимались на третий этаж, мне несли трое мужчин, и еще и в туалет на четвертый этаж. Ну, получается, да, это, конечно, очень сложно, и я не очень себя комфортно чувствую, когда приходится напрягать кого-то еще. А вообще, как часто именно в России ты сталкиваешься с тем, что тебе не попасть туда, куда тебе нужно? То есть нет ничего, что помогает тебе быть самостоятельной? В плане доступной среды сложно. Я там, например, иду гуляю, я вижу много магазинов, куда там хочу зайти, или там кафешки, просто вот кофе выпить, или, не знаю, даже шаверму съесться в подвале, блин. Но, как бы, я не могу туда попасть. Какие чувства у тебя, типа, из серии «ну вот опять» или какой-то негатив, или расстройство? Ну, или, ну, есть и есть, иду дальше. Ну, сейчас уже, скорее, есть и есть, иду дальше, там, знаю места, куда я могу попасть, или могу как-то обойти эту ситуацию. Ты живешь в Испании. Почему? Это ли не причина, или это связано с чем-то другим? Ну, скорее всего, да, это причина. Даже вот меня холод не так сильно пугает. Это... Я всю жизнь жила в Питере, и это мой город, и я уже привыкла, что здесь то серое небо, то темно, то холодно. Вот. Скорее всего, это, ну, доступная среда. Потому что мы... Я там занималась на реабилитации два года была, и так привыкла к этому комфорту, что уже не захотелось оттуда уезжать. В плане, что 90% заведений все доступны, тебе не дадут лицензию просто, если ты, например, открываешь какое-то кафе или магазин, и у тебя там нет пандусы или широкой двери, все это... А, то есть там все... В Европе это все прописано изначально, ты не сможешь просто открыть заведение, чтобы... То есть оно не подходит для всех типов людей. Да, ну, у нас, скорее всего, это тоже так. Просто, наверное, взятки какие-то есть, или пандусы... Ну, видели, может, аптека, допустим, лестница, и на нее такие две рельсы накладут, и это типа пандус. Ну, вот, как детей даже на коляске, и как будто вот у них пандус есть, им галочку поставили, заведение открыли. Или мне нравится пандус, который в переходе метро, когда ты просто вот такая лестница, и ты уезжаешь, неизвестно. Это ни на коляске невозможно с ребенком, ни на коляске так, это вообще невозможно. Номинально, то есть, присутствует. Я поняла. То есть это, по сути, для тебя это самое важное отличие Европы. То есть если бы... То есть мой вопрос в чем? Если бы здесь была вот такая доступная среда, ты бы здесь жила? Да. То есть это только из-за именно удобства? Я вот даже думаю, вот я встану когда с коляски, я вернусь в Питер жить. Ну, потому что... Ну, я надеюсь, что так и будет. Очень желаю тебе этого. Расскажи, как ты попала в большой спорт? Какие были надежды? Что случилось? Меня отдали родители в пять лет. Я каталась сначала на горочке около дома. Я всю жизнь прожила в Невском районе. Вот я сейчас в Ледовом дворец. И там есть такой курган сзади. О, я знаю его. Да, вот там вот я встывала на лыжи. То есть это твоя была сама... То есть родители предложили, тебе понравилось, и как-то так и пошло дальше, да? Ну, поставили. Но они сами катались в молодости, ездили там на курорты. Вот. Меня поставили, и потом уже мне предложили записать в секцию. Ну, то есть они не были изначально спортсменами, они просто были увлекающиеся... Нет, почему? Ну, они занимались спортом. Мама вообще была саночницей. Папа с хоккеем связан. Ну, занимался там не сильно профессионально, но потом он был судьей хоккейным. Поэтому спорт был в их жизни. Вот. И поставили на лыжи, записали меня в секцию. И там уже пошло соревнование детское. И когда получается, ты идешь дальше и дальше, тебя это как бы заводит. А ски-кросс это было сразу же, или ты к этому пришла, как ты выбирала, почему именно он? Нет, ски-кросс это как бы немного другой вид спорта. Я занималась горными лыжами всю свою жизнь, сознательную и несознательную. Вот. И потом у меня было много травм в горных лыжах, и я уже не могла восстановиться до того, что было до травмы. И меня уже из команды выгоняли. Потому что если у тебя нет результатов, ты уже не в сборной. Тебя выгоняют из команды, типа, занимайся вот в своем городе, в своем клубе, грубо говоря, так. И тогда был набор в сборную России по фристайлу, потому что это достаточно новый был вид спорта, не такой старый куберный лыж. Это, получается, какой год у нас был? 2020 где-то. Примерно так. 2020? Не может быть. Ой, 2010. В смысле, мне 20 лет было, да, получается. Да, 2010. И как ты, получается, потом попала на Олимпиаду через это все? Какой там был путь? Ну, я попала в этот спорт, у меня сразу стало получаться, потому что небольшая конкуренция. Плюс это очень схоже с горными лыжами, только намного опаснее. И у меня стали получаться соревнования. На соревнованиях на Кубке мира я занимала призовые места. Вообще была одна из сильнейших в команде, и меня взяли в Олимпийскую сборную. Вообще расскажи, какие эмоции были, когда ты узнала, что ты едешь на Олимпиаду? Ты как бы все время об этом думала? Я хочу туда, это была цель? Или просто ты тренировалась, тренировалась и знала, что ты туда попадешь? Насколько ты такая, вау, ура, круто? Ну, вообще, Олимпиада – это цель каждого спортсмена. И вот даже когда еще будучи в горных лыжах, я узнала, мне было где-то 15 лет, что Олимпиада будет в Сочи. Тогда все решилось, и мы тогда так обрадовались. Я даже себе татуировку на шею набила. Тут у меня такой иероглиф, видишь? А, да, да, да. Это, значит, мечта на японском. А, ничего себе, наши мурашки пошли. Ну, я как бы внесла туда немного то, что я мечтаю попасть на Олимпиаду. Ну, я попала, получается, не с горными лыжами, но с фристайлом. Но, в принципе, мечты это не поменяло. Но, на самом деле, у нас до последнего не было понятно, кто едет, потому что тренера, видимо, не хотели сразу так вселять уверенность. Постоянно была конкуренция в команде, что там же всего только, по-моему, три или четыре места было в женской команде. А девочек было много. Вот. И мы постоянно там зарубались. Может, они как бы пытались спортивный дух этим держать. И мы узнали буквально, там, не знаю, за неделю, наверное, до поездки. Мы даже на открытие... Она рассказала у меня про травму, как это произошло, как это все было, и... Ничего, на самом деле, такого. Просто день тренировочный. То есть у нас обычно проходит один день тренировка. Это было уже непосредственно в Сочи. Да. Это уже как олимпийская часть. Получается, идет один день тренировка, второй день квалификация, и третий день финальные заезды. Вот. На тренировке все пробуют трассу эту, едут по ней. Это был как раз день тренировки. Когда мы первый раз увидели эту трассу, она была, если честно, страшная. Все трамплины были большие. Ну, нам сразу сказали, что олимпиады — это такие соревнования, на которых все должно быть вау такое. Все серьезно. Ну, потому что, во-первых, смотрят люди, телевидение. Это шоу, так или иначе. Шоу, да. И я испугалась, конечно, этой трассы. Я поехала и очень сильно толкнулась с трамплина, потому что мне там ребята сказали, что снег плохой, сейчас плохо едет, и нужно разогнаться посильнее, чтобы как раз долететь до этого ската. А я так сильно толкнулась. Толкнулась, значит, когда ты на кончике трамплина как бы вот так ноги выпрямляешь, чтобы... Инерцией просто не лететь. Ну, вот как видели, прыгун из трамплинов вот этих огромных прыгают. Они вот так толкаются, чтобы посильнее. И я так, видимо, сильно толкнулась. Ноги-то сильные. Я очень перелетела это приземление и попала не в горочку, а на плоскую часть уже... А, то есть в итоге на плоскую за. Да, и получается, я сломала спину не падением, а у меня был сильный удар в ноги, и я как бы была как струна прямая, и вот этим ударом взрывной волной у меня сломался позвоночник. И потом я только уже упала, получается. Ты думала в тот момент о том, что ты уже не будешь участвовать на Олимпиаде дальше? Или это пока еще не было в голове? То есть был просто момент травмы, что нужно срочно что-то сделать, как-то помочь, чтобы дальше продолжать? Или все равно уже... Нет, я поняла, что это уже что-то серьезное, и понятно, что до завтра я не восстановлюсь. На самом деле я потом уже думала, у меня же было желание попасть на Олимпиаду, а не выиграть там. И получается там мое желание исполнилось. То есть я попала на Олимпиаду, я приехала в эту Олимпийскую деревню, там все фанаты, все с тобой фоткаются, ты в этой форме. Ну, короче, я получила то, что загадывала. Как вообще потом все это происходило? Да, ты же спортсменка, это Олимпиада. Что происходит, когда такой высокий уровень? Как дальше? То есть никто тебя не бросил же, все должны приезжать, узнавать, какие-то компенсации. Как? Должна была быть операция. Это же все дорогостоящее. Как это потом все происходит? Ну, как все случилось, конечно же, все внимание было на меня, там по всем каналам показывали, то, что приезжал президент. Мне сразу сделали операцию в Красной Поляне. Я ему сказала, отправьте меня в Европу. Меня на следующий день спецбортом отправили в Германию, прямо из Сочи. Мне помогала федерация, помогал президент федерации, спонсоры. Потом вот в Охтопарке я занималась, это курорт Димы Новикова. Он что-то там меня с самого детства знает. И он тоже очень помогал на все операции. Потом меня отправили уже в центр реабилитации, тоже там в Германии. Сказали, что вот сейчас тебя там будут лечить, реабилитировать. Я такая, ну классно, сейчас меня там вылечат. Это же самый лучший центр реабилитации. Это которая... Блюм это уже именно Испания? Это еще до Германии? Да, в Германии. Мне оплатили, по-моему, да, 3 месяца. Вот этот центр Мурнау, недалеко от Мюнхена. Вот, но там меня учили жить на коляске. Сказали, что ты невосстановима, ты будешь жить на коля... Ну, до конца жизни на коляске, тебе надо научиться адаптироваться. А когда ты первый раз услышала этот приговор, что ты на всю жизнь будешь в коляске, какое вообще у тебя было состояние? Ну, вот как раз это было там, в этом центре реабилитации. Потому что когда я была в Мюнхене, все операции были, я была в таких состояниях под этими наркотическими морфиями, что я плохо там все помню, я, мне кажется, там не особо что-то понимала. А вот уже когда приехала в этот центр реабилитации, там сказали, что все, у тебя диагноз такой, что у тебя там нет проводимости, и ты будешь на коляске. И тогда у меня была истерика жесткая. Я там плакала, меня успокаивал. Леша, замуж предложил выйти. Предложил, типа, вот сок, вот успокаиваю, вот замуж. Ну, он как-то, видимо, я так сильно плакала, и он меня хотел как-то подбодрить. Понятное дело. А Леша, давай тоже это коснемся. Кто такой Леша, как вы познакомились? И забегая вперед, понятно, что сейчас он является мужем, и у Маши с ним двое детей. Но изначально очень интересно, потому что все-таки нестандартная история. И я больше чем уверена. И то, что я читала, что говорили, чтобы он с тобой расходился, чтобы он не брал на себя такую ответственность. Как вообще вы к этому пришли? И дальше мы сейчас как раз перейдем к тему материнства и так далее. Леша, моя первая любовь. Мы познакомились еще, когда мы вместе попали в горнолыжную сборную. Мне было 15 лет. То есть в Охтопарке, грубо говоря? Нет, в Охтопарке. Он с Камчатки сам. Он на Камчатке детство свое провел. А он в 15 лет переехал в Питер, когда уже спорт у него закрутился. А я была в Охтопарке. Я знала просто издалека, кто это такой. Он там выступал на соревнованиях. Он у меня на 4 года старше. А потом, когда мне было 15, ему уже там 19, мы попали в основной состав сборной России. Он мне сразу понравился. Короче, ему там замутили немножко. Не знаю, там можно даже это назвать. Встречались 3 месяца. Ну, поскольку у нас разные команды. Он мужской, я в женской. Они отдельно ездят. У нас не было времени вообще тренировки, сборы. Домой мы приезжали там недельку. И то в разное время. Не было времени, когда можно было пересекаться. И потом как-то просто общались уже. Без всяких там смс-чек. И спустя получается время, когда вот я уже с горными лыжами завязала, он тоже. Его тоже позвали в скикросс. В тот же год. И как бы я узнала, что он идет в скикросс. И такая типа, о, пойду-ка я тоже. А то есть ты пошла в скикросс, потому что он пошел? Ну, так где-то отчасти. Ну, где-то это отчасти было тоже. И потом в скикроссе мы уже начали тренироваться. И он тоже там меня очень поддерживал. Ну, он всех поддерживал. Потому что страшно. Это огромные трамплины. Ты никогда на них не прыгал. И, ну, он сам тоже, конечно, боялся. Потому что он тоже перешел с горных лыж, где такого не было. Вот. И, собственно, помогал. А вот эти трамплины в Сочи, которые были, это были самые большие трамплины? То есть такая трасса, которая никогда до этого нигде не была? И, получается, вместе в Питере тренировались. У нас один зал тренажерный был. Мы там созванивались, поехали, поехали. И на великах ехали, встречались в этом зале, тренировались. Ну, как-то время проводили вместе вчерами. Вот. И потом уже в один момент поняли, что... То есть когда вы поехали уже на Олимпиаду, то... Нет, это было до Олимпиады еще. Нет, я и говорю, что когда вы ездили на Олимпиаду, вы уже непосредственно встречались как пара. Да. Но он не отобрался на Олимпиаду. У мужчин намного сильнее конкуренция. И он в тот момент был на этапе Кубка Европы в Швейцарии, по-моему, да. А, то есть он не был там? Он должен был прилететь прямо к соревнованиям. То есть, получается, у нас тренировка, квалификация и соревнования. Он потом не говорил, что он себя за что-то винит, что его не было? Или не было такого? Да нет, а он-то как бы и не нужен там был, в принципе. Он хотел именно на соревнования. А в какой момент ты вообще поняла, что надо жить дальше? Был какой-то ключевой момент? Вот ты сказала, что Леша сделал предложение. Может быть, это или... Нет, это как-то постепенно пришло. Ну, вот он мне сделал предложение, но у меня там еще дальше были каждый день истерики. Он мне тогда говорил, давай, учись пересаживаться, самомыться. Вот это вот все, чему там учили. Я же не хотела это ничего делать. Говорила, я не пойду на эти занятия. Он говорит, ну, учись, чтобы мы могли бы хотя бы на выходные уезжать куда-то, не знаю, в соседнюю деревню просто погулять. Потому что, ну, первые дни меня просто специальным краном поднимали с кровати и пересаживали на коляску, потому что я не могла это сделать. Ты такой, как просто, ну, овощ. И у тебя нет чувствительности, и ноги висят как-то эти. Ну, и я постепенно начала учиться. Мы уже стали на выходные там на поезде, даже ездили в Мюнхен, чтобы просто погулять, как-то развеяться. Ну, при этом все, были там дикие боли у меня. Вот. Ну, это как бы было хорошо научиться. Сейчас я могу все сама делать. Ну, то есть тебе можно сказать, что это благодаря ему, что он вселил в тебя такую силу и надежду и помогал тебе всего этого достигнуть? Ну, да. Он говорил, вот сейчас пока ты же не можешь так раз и вылечиться по силочку. Пока что ты идешь этот путь к своему излечению, нужно самой себя как-то уметь обслуживать. Обслуживать, да. А на предложение ты согласилась сразу? Или ты такая, ну, нет? Ну, нет, я сказала, типа, это не романтично. Ну, я согласилась, но сказала, не романтично, а хочу потом романтично. Ну, какая? Ну, там с кольцом, все как полагается. Это было потом такое еще раз? Да, но это уже было, когда мы в Испании жили. А вот эту историю с доктором Блюмом тоже можете вкратце рассказать, потому что она очень вообще... Я еще помню, когда познакомилась вообще с твоим профилем, а в целом, по-моему, ты была... Да, ты уже точно была блогером, как бы я еще познакомилась бы. То ли видела у кого-то рекламу, то ли что-то. И как раз вот шла история с доктором, что обещали, что ты будешь ходить, и вывалили там огромные деньги. И я так понимаю, что... О, эта история длится уже просто, мне кажется, сколько-то много лет, и хочется, чтобы она уже закончилась. В общем, есть такой доктор, меня с ним познакомили через знакомых, сказал, что прилетайте, я вас посмотрю. И мы буквально из Германии на пару дней полетели в Испанию, чтобы он нас посмотрел и сказал, что можно сделать. Потому что мы тогда хватались за все возможности. Мне там писали разные гадалки, шаманы какие-то, присылали мне приборы, музыку слушать в наушниках, там что-то вспоминать детство, чтобы излечить там какие-то клетки. Ну, я все хотела пробовать, потому что я думала, что невозможно. Вот как немцы сказали, типа, все и нет. Есть же люди, которые там вылечиваются от рака, встают так же с колясок. Ну и полетели мы к тому доктору, он сказал, ты полностью восстановима, тебе нужен один год, давай начинай заниматься. Просто взяли и улетели в Испанию. И начали заниматься, потом узнали, сколько это стоит. Полторы тысячи евро в день. Чума. Да, и это получается, ну, на тот момент я не помню, какой курс был, грубо говоря, сто тысяч рублей в день. Да. И мы стали собирать эти средства. А как вы их собирали? Ну, сначала мы письма в эту федерацию написали, какую-то часть там федерация покрыла. Потом сделали страницу, фонд помогал мне какой-то благотворительный. Потом звезды всякие, видео записывали. Ну и как-то потихонечку собиралась. Вот. Занимались. Ну, спустя полгода не было там прогресса никакого. Мы спрашивали, когда уже. А там как раз и локомат было вот это, то, что у тебя есть. Там у него какая-то авторская методика, такие металлические конструкции. И, в общем, биомеханика с анатомией, на стыке наук, как он говорил, давят на мышцу. А мышца как бы отвечает изнутри. Вот на это было построено. Да, то есть он пытался пробить не из головы мышцы, а из мышц головы. Ну и очень красиво это все рассказывали. Там, что мы такие под гипнозом сидели. И вот у вас там включаются мышцы. Видишь, она напрягается. Там при каких-то давлениях мышца сокращалась. Прошел год, и не было результатов. Они говорили, вам надо еще заниматься. Это не все так быстро, как оказалось. Ты как бы не можешь бросить все на полпути. Мы продолжали собирать деньги дальше. В итоге мы прозанимались почти два года. И тоже 55 миллионов. Все вышло. Ну и поняли, что как бы я не хожу, как они говорили. Не ползаю, не двигаю ногами. То есть не было никакого прогресса? Да, ладно бы я там могла как-то уже ногу поднимать. Вообще ничего не было. Ну и мы просто перестали заниматься. У нас кончились деньги. Мы сказали, что мы больше не можем платить. Они сказали, ну занимайтесь сами тогда в зале. И меня Леша тренировал. То есть он вообще все это время со мной каждый день был. Он бросил спорт. Занимался со мной. Ну и все. И потом мы закончили это все дело. Был какой-то момент, когда, например, сказали в федерации, или где-то, что все, мы больше не можем ей помогать. Но я и к тому, что когда происходят такие события, особенно такая травма человека, который выступал на Олимпиаде, все сначала в ажиотаже помогают. А потом все спадает, 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 спадает. И все забывают. И все забывают. Так и было? Ну да. Мне говорили, цепляйся, пока сейчас все помнят. Давай там интервью всякие, снимай видео, чтобы ты оставалась на плаву. А тогда и появился Инстаграм или много позже? Ну, у меня тогда была страничка, но я не вела там ничего. Ну вот я тогда выложила один пост, когда про то, что все со мной случилось, когда я уже отошла постепенно. Это через сколько было после Сочи? Через сколько времени ты вообще это все выложила? Ну, мне кажется, через неделю или через недесять. Я в больнице уже там сфоткалась. Я там написала, что вот Леша мой, вообще там ангел-хранитель, он там со мной был и в реанимации везде. Типа без него бы я вообще, типа, не выжила бы. Ну, вот сейчас ты успешная, красивая. Ты хотела бы что-то изменить в своем прошлом? Да, мне кажется, нет. Поменяешь, потом все не так пойдет. Ну и как бы кто знает, что бы было, если бы что-то по-другому было. Согласна, согласна. Я знаю, что материнство это долгий, трудоемкий и не всегда гладкий процесс. Я мама двоих детей. И несмотря на то, что я врач-педиатр, для меня это тоже было испытанием. Именно поэтому сегодня я хочу пригласить вас на бесплатный семинар, где я расскажу о всех мастхевах в течение первого года жизни ребенка. Как укладывать? Где укладывать? Что такое режим? Кто такое колики? Нужна пустышка или нет? Как прикладывать груди? Психология материнства? Секс после родов? Переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь на семинар, который пройдет 14 сентября в 7 часов вечера. Имейте в виду, что количество мест ограничено, и поэтому сделайте это, пожалуйста, прямо сейчас. Встречаемся 14 сентября в 7 вечера. До встречи. Переходим мы, в общем-то, к интереснейшему блоку про семью. Ну, как вы вообще решили пожениться? Это первое. А второе, то есть были ли проблемы, что, ну, мы изначально говорили, что говорили Леша, что он с тобой расставался, чувствовал, может быть, ты какое-то чувство вины, что он бросил все ради тебя. Как вот это... И как вы решили все-таки быть вместе? Ну, и дальше там поговорим про детей. Ну, ему сказал врач сразу, отвел его в сторонку и сказал, ты лучше сейчас с ней расстанься, потому что потом будет сложнее ей и тебе. И он вообще не понял тогда, почему ему так сказали. Он мне рассказал. Это еще в Германии было? В Германии, да. Я уже была адекватная. Я не поняла вообще, почему он так сказал. У меня не было никогда мысли, что так должно быть. Разве вообще так можно поступить? Да и Леша тоже. Ну, вот, наверное, и на деле показывается сущность человека, настоящего мужчины. Ну, то есть он ни секунды не думал. Ему было очень сложно со спортом, потому что ему надо было все время около меня сидеть в палате, а он хотел кататься на лыжах. Ну, то есть у него был хороший сезон, результаты тоже были. И он хотел достичь, наверное, чего-то большего, чем он достиг. Вот, но пришлось ему, получается, закончить. Вот, поженились мы. Ну, это уже по залету, как говорится. Да ладно, то есть просто потому, что узнали, что ты беременна, да? Ну, да, как обычно бывает. А вы не планировали? Ну, так прям нет. Ну, мы уже жили вместе, и я, конечно, хотела детей, но я хотела сначала восстановиться, чтобы на ногах быть с детьми, а не на коляске. Вот, но у нас в окружении было очень много друзей на тот момент с детьми. Как раз в Испании мы познакомились, там много семей русских, и как-то туда-сюда, и Леша вроде как был уже готов. И как-то так получилось. Прикольно. Да. А когда вообще, когда ты узнала, что ты беременная, как ты вообще от этого отреагировала? Это, наверное, был шок. Да, я вообще там плакала, не понимала, что, как, как я буду с ребенком коляску возить, в песок играть, если я даже на песок проехать не могу. А если он от меня убежит, то что я буду делать? Ну, короче, много вопросов, но нет ответов. Я написала тогда Ксении Безугловой, смотрела, может, с интервью. Да, да, да. Я знала, что она уже на коляске давно, и у нее уже есть дети. И, ну, так она меня очень вдохновляла, я знала там, мне кажется, несколько всего человек на коляске. А чтобы с детьми вот ее только. И она меня поддержала, сказала, не парься, все нормально, ничего не бойся. Я как-то успокоилась. Здорово. Уже пошли мы там к гинекологу, делали УЗИ. Я еще переживала, думаю, вдруг ребенок там какой-то будет не такой. Ну, я же там сижу постоянно. Но все было нормально. Никаких, не знаю, там ни отклонений, ничего. Ни токсикоза, вся беременность шла хорошо. Мы только не знали, как сделать родоразрешение, потому что у меня нет чувствительности. Я там ходила к неврологу, на консультации к гинекологу, и все к анестезиологу, все вместе решили, что сделать кесарево надо плановое. Потому что хоть Леша и хотел, чтобы я сама попробовала, но это могло быть опасно. Потому что не знали, как все пойдет, потому что нет чувствительности, не понимали ход событий. А я же не смогу выдавить, например, ребенка. Там же тужиться надо. И вдруг застрянет, не дай бог, что. И все, назначили плановое на 38-й неделе. А чувствительности нет, получается, нижняя конечность, ниже пупка? Да, ниже пупка. Все. Да, и все, пришла я на кесарево, и так все раз-два быстренько хорошо достали ребенка. Я думаю, классно. Ну и вот, стала мамой. Ну, тяжело, конечно, было первое. Вообще, когда ты не знаешь. Да вообще два. Ты не знаешь еще и не знаешь, как ты сам спрашиваешься. Да, еще и на коляске. Ну, хорошо, что я говорю Лешу. Он у меня такой быстро ко всему адаптируется. И как-то ничего не боялся. Когда ребенок давится, он всегда знал, что делать. Поэтому нормально. Всегда просто рядом. Как вы? А как? Сейчас расскажем. Как вы потом еще и на второго-то решились? Если первый, допустим, получился случайный, то второй так же? Да. Да ладно. Ну, нет, я такая говорила, типа, вот, классно, второго тут бы тоже надо. И загадала, что, говорю, надо сделать так, чтобы первый пошел в садик, а родился второй, чтобы, типа, полегче было. Нет, я сказала, надо, чтобы в сентябре я родила, чтобы в сентябре уже старший в сад пошел. И получилось, что у меня там ПДР был 27 августа. У тебя, получается, все, что загадываешь, что сбывается. Надо беременеть на Новый год, чтобы как раз к сентябрю родить. И вот буквально я узнала 26 декабря, что я беременна второй раз. Мы прилетели в Питер тогда, и у меня была задержка. Я такая думаю, ну, климат, перелет, там, из тепла в холод, и сделаю тесты, типа, офигела. А, кстати, по поводу тоже всякие женские же дела, они, получается, возвращаются. Ты еще не совсем понимаешь, как с собой. Тебе же, наверное, было ужасно неудобно. Да. У тебя было, наверное, стеснение изначально? То есть некомфортно мало того, что он это видит, а второе, что ты не можешь сама за собой поухаживать. Да, это все ужасно, конечно. И, наверное, это и было каким-то таким стимулом начинать пытаться делать все еще больше и больше со мной, чтобы его, ну, как бы, убрать от каких-то таких бытовых хотя бы моментов, правильно? Да. Потому что, ну, конечно, самостоятельный будет намного круче. И я даже не могла его отпустить, там, надо было ему улетать, сделать визу, потому что мы же, как бы, в Испании должны были быть на каких-то правах легальных. И я не могла его отпустить, чтобы он на неделю слетал. Это больше был страх или просто такая привязанность и желание что-то делать со мной? Ну, и страх, и привязанность. Я думаю, просто на тот момент прилетели наши друзья, чтобы побыть со мной, чтобы меня возить в клинику. Вот, но они же не будут там меня купать в ванной. И я, ну, как бы, уже там постепенно сама научилась что-то делать. Но бывали случаи, ну, и до сих пор бывают, когда я могу просто там, например, выпасть из коляски, пересаживаясь, и потом сама не залезть. Как бы сижу, жду мужа, пока он придет с футбола, чтобы меня поднять. А дети? Ну, вот, как раз это было с одним ребенком еще, я помню случай. Ну, я типа с ним на полу сижу, играю. Думаю, не ты бог, он там сейчас куда-нибудь убежит или полезет. Конечно, столько особенностей. Ну, адаптируешься ко всему. Ну, и дети более самостоятельные, они у нас как бы вообще... Просто мне так хочется вот сейчас донести до тех, кто будет смотреть это интервью, то, что вы расстраиваетесь из-за каких-то мелочей, когда вы можете быть абсолютно самостоятельными, автономными, делать все, что угодно, все, что вам вбредет в голову, и это сможете реализовать. А вот я сейчас сижу, слушаю все интервью Маши, она такая сильная, что она даже как будто бы не ощущается какого-то дисфункции. Это очень круто. Как будто ты вообще не инвалид. Как будто мы с тобой напротив сидим, у тебя нет этой коляски. И я такая сижу, у меня две ноги, блин, у меня там типа проблемы с двумя детьми. Я думаю, как, что? А тут ты просто упал, не можешь встать, но сидишь с ребенком, играешь. Вы только вдумайтесь в это. Это вообще нереально. Да, многие думают, что я просто как бы на коляске передвигаюсь и типа, ну, ничего такого. На самом деле очень много всяких штук, которые ты там не можешь сделать, и тебе надо там супер все продумать, чтобы все осуществить. Сейчас уже все на автомате, но там, не знаю, муж постоянно помоется, повесит душ, блин, наверх. Я тупо не могу потом помыться, потому что мне его не достать, или там кастрюли, или полотенце с крючка достать, чтобы вытереться. На кухне всякие штуки, которые наверху стоят. Я там иногда, у меня есть техника подцепления ножом, знаешь, там какая-нибудь тарелочка, я вот так вот ее выковырю, потом она падает, и тебе надо ее как бы поймать. У тебя сейчас, на данный момент, вот когда уже столько времени прошло, уже и семья-то как бы там состоялась, у тебя все равно бывают моменты, когда ты прям вот расстраиваешься, ну почему я? Или сейчас ты уже вообще даже не уходишь в эту какую-то рефлексию, депрессию? Ну как-то сейчас уже нет времени, потому что, я говорю, столько дел, там дети, все это думаешь, что, куда, зачем, поэтому нет. Но ты сам делаешь там свое счастье, свой путь, можно сидеть просто и плакать, а можно ничего не делать, и тебе будет от этого лучше. А что вообще вот в твоей ситуации было самое трудное, когда у тебя все-таки есть двое детей? Мобильность, безопасность, что именно? У меня всегда, как бы, получается, Леша нагружен больше, я не могу там взять и пойти, например, ну сейчас уже могу с двумя пойти, но я всегда боюсь там, залезает мелкая куда-нибудь наверху на площадке, на самую высокую горку, где там какие-нибудь дыры, куда-нибудь может, ну я не могу ее даже подстраховать никак, вот, такие случаи. Но чем не менее ты это делаешь, сейчас с ними выходишь вдвоем, а они гуляют. Да, думаю, ну, наверное, не упадет. А Матео, он же уже, ну не то, чтобы он прям достаточно взрослый, но он уже понимает, он помогает тебе, он видит, что ты что-то не можешь и относится к тебе с пониманием и с желанием тебе помочь, или еще он этого не достиг такого возраста, чтобы быть прям помощником? Не, он очень такой помогает, даже там в горку я еду, когда, мам, я тебе помогу, меня сзади толкает, такой, или мне что-то не достать в той же кухне, он-то может на стол залезть и уже мне достать. Я его прошу все время. Классно. Ну и когда мы с ним уже там, допустим, я с ним вдвоем буду гулять, мне там проще, потому что мелко еще не очень соображает, может побежать, а он такой, да, мам, поехали. Ну, мне нравится, что он там меня не стесняется никак, он всем говорит, ну, мама упала на лыжах и ударилась спиной. А как, когда он задавал, допустим, вопрос, почему так, ты ему просто рассказала эту историю? Ну, мама упала на лыжах, он знает, все. А вот ты говорила, что у Леши на нем больше всего обязанностей, у вас есть на тему этого какие-то ссоры? Потому что все-таки, когда это все произошло, тоже это все вот как ажиотаж, и мы все вместе, все поможем, а потом, когда ты видишь, что там глобально нету какого-то результата, это все немножко утихает, так и ты остаешься в обычной, ну, бытовухе, грубо говоря. А вот есть какой-то момент такой, непонимание, ссоры или еще что-то? Ну да, мы часто сейчас ссоримся, и прям иногда сильно, потому что получается, что мне надо время больше с блогом, то есть я как бы больше работаю, ну, я так считаю. Как кормилисты, да? Ну нет, он тоже работает, но в данный момент у меня это получается лучше. Я как бы не вижу ничего такого, что сейчас такой мир, что может женщина работать, мужчина помогает с детьми, вот, и, ну, это очень хорошо, что он помогает, и можно было как бы нанять Наню, а его отправить на работу, но мне кажется, что детям лучше с отцом все-таки быть. Ну, он, конечно, тоже сильно устает, и вот эта вот вся бытовуха, там, готовить, убирать, с детьми гулять и так далее, это, конечно, всех напрягает, я думаю. У нас есть там помощница, которая что-то делает, но все равно это не всегда, ну, там, например, укладываем, все равно мы вечером, там, купание, ужин, все равно мы, вот сейчас мы были здесь в Питере, и бабушка прилетала, очень помогала сильно, ну, плюс здесь садик тоже подольше, чем там, там у нас до четырех садик и школа, а здесь вот до семи. А вы сюда вообще зачем приезжаете? То есть вы, я так понимаю, постоянно все-таки живете в Испании, там, ну, там, ваш дом, можно назвать. А у вас там, вы снимаете, или там какая-то квартира уже есть? Нет, мы купили квартиру. Уже купили, круто, молодцы. И мы приезжаем сюда, ну, потому что я из Питера, я люблю Питер, и здесь мой папа, ну, сейчас он с нами летит уже в Испанию. Будет с вами жить? Да. Здорово. И будет помогать, наверное, тоже, да? Ну, да, потому что он уже на пенсии, здесь он один, считай, вообще у него никого нет, и мы решили, что сделали ему как раз документы по прикреплению к семье, там есть такая у нас в НЖ, и ему тоже сделали, поскольку он как бы пенсионер, и мы его обеспечиваем. Здорово. Вот. Сдали его квартиру, он едет с нами, и получается, сейчас у меня в Питере уже ни квартира, ни родственников, но приезжать все равно мне нравится, здесь такая движуха всегда, город большой. А какая-то работа, рекламный контракт, это все тоже актуально здесь? Ну, здесь, да, здесь больше всего, потому что никто не хочет отправлять в Испанию. А вот мне интересен вопрос, аж вернемся немножко к детям, про то, что ты говоришь, что лучше папа сидит дома с детьми, у него, наверное, нет на 100% своей жизни. Ну, получается, да, из-за этого он, конечно, и переживает, нервничает, ну, у него есть там какой-какой бизнес, в принципе, он может уезжать, приезжать, не постоянно работать, поэтому надеюсь, что с ним будет все нормально. Ну, да. То есть это же важно, чтобы мужчина тоже реализовался? Ну, да, но я просто вот не находили мы еще таких нянь, которые с нашими двумя детьми смогут справиться. Да ладно. А что было не так? А что с ними? Ну, они очень энергичные такие, не знаю. А что, вам няня говорила, типа, я не хочу? Или вам не нравилось? Ну, у нас просто пожилая женщина, она с двумя, как бы, говорит, я на улице не могу за ними угнаться, с двумя, они в разные стороны. А где вы берете няню, где вы ее ищете вообще? Ну, это в смысле в Испании. А, это в Испании, а, в Испании же там все труднее гораздо, чем. А здесь у нас... Какого-то молодого воспитателя, да? Ну, да, нет, здесь вот они в садик ходят, мы их устроили на месяц пока, поэтому удобно. А, кстати, когда у меня няня, ей, она чуть младше меня, и мне подписчики все время говорят, а вы не боитесь, что няня уйдет мужа. Да, у тебя нет такого вообще? Да, да. Есть? Да, была у нас одна молодая. Нет, я не боюсь, тоже подписчики писали. А, подписчики писали, я поняла. А вообще у тебя есть такая какая-то история, там, ревность, или он дает поводы, что он может куда-то уйти или нет? Ну, повода не дает. Ну, и нет, я как-то уверен в себе. Расскажи мне, пожалуйста, твои принципы материнства. Ну, допустим, три, может, один, не знаю. Какой такой самый главный для тебя принцип? Не мешать, потому что, ну, вот там, они едят песок, сидят, как Леша говорит. Ну, потому что мне это тяжело еще, их остановить от чего-то, и они как-то сами все. Потом, наверное, не перебаршивать вот этой вот опекой, когда там просто ходят вокруг там уже трехлетнего, четырехлетнего ребенка и все боятся, что он там что-то с собой сделает. И все. Какой самый был трудный период в их жизни? Новорожденность с первым, может быть, со вторым, может быть, просто когда появился второй ребенок? Ну, вот когда второй появился, наверное, первый год, когда тебе нужно постоянно с ним сидеть, кормить, а тут еще этот мелкий бегает, постоянно там задевает еще что-нибудь. А как вообще это ночью все? Ночью же тебе это нужно встать, или с вами спала? Ну, я спала, да, спала с детьми с обоими, потому что когда кормила, я сама не могу встать, мне надо сесть в коляску, взять ребенка. А почему с обоими? Ты, получается, кормила и того, и того еще? Нет, в смысле с первым я спала с ребенком, потом он переселился в кровать, когда второй уже родился, спала со вторым. А ребенок у тебя, они у тебя спят в отдельной комнате, но Матео, во всяком случае. Да, ну самостоятельно засыпали. Да, да, да. А как вы к этому пришли? Расскажите-ка. Ну, когда-то 8 месяцев ему было, я такая с мешками не сплю. Ночью он там каждый час просыпается, кричит и, типа, грудь просит. Но потом мы уже изучали тему сна, поняли, что это ассоциация, ну и стали вот учить самостоятельному засыпанию. А каким способом? Самым жестким оставить? Проплакаться? Серьезно? А почему из всех выбрали его? Ну, это метод фербера, а не проплакаться. Научно все. Ну, потому что там был метод стула, там надо было в комнате сидеть. Ну да, я-то знаю это все. Да, я не могу сидеть на коляске, у меня спина устает, поэтому Леша всем этим занимался. А, то есть это было его и, в принципе, по-мужски? Да, я же не могу даже, вот кроваткой я не могу переложить ребенка туда, только если вот бросить как бы. А мне не наклониться туда, когда особенно низкое дно. Ну нет, это мы изучали, сделали там все эти ритуалы, заходили там по времени. То есть, ну, не так жестко, и я говорю, за три дня, наверное, у нас все нормализовалось, и просто, ну, там, господи, в семь часов уложил ребенка, и у тебя есть свое время. Ну да, это здорово. А сейчас они оба укладываются хорошо на ночь? Ну, мы сейчас в Питере им дали слабинку. Один с бабушкой, она там ему спинку чешет. Ну, они же еще спят в садике, скорее всего. Да. И поэтому, наверное, тоже там они очень долго спят в саду. Это у меня тоже в наших садиках прямо. Два часа они спят, ну, в десять они укладываются вечером. Но сейчас я говорю, у нас тут не было кроватки, мелкая с нами спит, а старший с бабушкой сейчас спал. Отлично, давай тогда я тебе задам блиц-опрос от моей школы доктора Юрьева, и ты будешь отвечать, как знаешь. Это так быстро, да, надо отвечать? Не-не-не, как угодно отвечать, а не как у Дудя. Я задаю, быстро ты отвечаешь. Я задаю, коротко ты отвечаешь, не коротко, нет. Отвечаешь просто, как знаешь. И первый вопрос. Как реагировать на детскую истерику первый шаг? Уйти из комнаты. И оставить плакать? Да. Ну, как же так? Ну, в смысле, он же плачет, у него там что-то не так случилось. Ну, представляешь, ты бы заплакала, а у тебя все ушли в другую комнату. Типа, хочется же, чтобы поняли. Ну, смотря из-за чего истерика. Потому что он просто бьется головой, там, дай конфетку. Угу. То есть сначала все-таки разделить, получается, истерику. Почему? Если упал и ударился, то вряд ли оставишь одного. Блин, я вот с тобой боюсь отвечать на эти вопросы. Как так? Нельзя так. Сейчас мы как раз дойдем до истины. Нет, это же все же абсолютно разные. Ты знаешь, у меня там есть, допустим, образование, я что-то знаю, ну и что? Все равно я обычная мама, и у меня так же не всегда хватает на то, чтобы выдержать, скажем, рамку того, что как нужно сделать. Но по факту... Не, ну, обнять, приласкать и сказать, все хорошо, давай ты успокоишься, не будешь плакать, и мы поговорим. Ну да. А как часто нужно купать новорожденного? Мы купали каждый день, вечером в ванночку. Да, мы тоже купали, это абсолютно нормально. Но не забывайте, что средства мыла не нужно использовать каждый день. И вот вам как вспомнить. А эту красную хрень, как она называется? Красная хрень, это что? Ну, здесь в России советовали раньше добавлять... Марганцовка? Вот. Не, не нужно. Во-первых, сейчас вообще уже слишком много всего современного, помимо марганцовки, что можно добавлять. Во-вторых, марганцовка очень сушит. В-третьих, если это не жидкая марганцовка, то в ней выпадает осадок. Ну, и в жидкой тоже, имею в виду, что, короче, в жидкой марганцовке выпадает осадок в виде кристаллов. Но уже никто так давно не делает это. Да, и поэтому, на самом деле делают, на периферии делают. И поэтому эти кристаллы оседают на дно, и ребенок может осесть, и будет химический просто ожог. Поэтому марганцовка нет, ромашка нет, травы тоже нет. Ничего этого не надо, потому что это аллергены для кожи не нужно. Вообще в целом. То есть просто либо какие-то эмаленты, если есть проблемы, а если никаких проблем нет, просто купать в воде. С какого возраста можно вводить прикорм? С шести месяцев. С шести месяцев. А вы все знаете, что с четырех до шести. Ну, это ничего страшного. Не, ну мы начали в пять уже давать нибблер с какими-то яблочками или с чем. Да, считается, что просто с четырех до шести гиполергенный коридор. И если ребенок готов, у него есть пищевой интерес. А не так, что типа в четыре и пищевого интереса нет, и мы там пихаем все ребенку. Мы видим, что он интересуется, слюни текут, тянется к еде, то мы предлагаем ребенку. То есть просто раньше было строго ВОЗ, ну и вообще ВОЗ рекомендует с шести месяцев. Но ВОЗ я, и пускай мне закидает помидорами, не совсем ему доверяю. Потому что он на всю, на весь мир. А есть все-таки не такие страны, где, допустим, там можно допаивать водой, потому что вода есть чистая. А там в Африке чистой воды нет, поэтому лучше не допаивать. И это не везде актуально. ВОЗ рекомендует только с шести месяцев, хотя уже давно доказано, что если ты введешь тот или иной продукт раньше, то риск аллергии будет гораздо меньше. Топ-3 лекарства в аптечке, когда появляется ребенок. Ну вот в вашей аптечке, что вы добавили в аптечку, когда он появился? Или может ничего не добавили? Соплят соус. Ну градусник, наверное. И жаропонижающий какой-то сироп. Нормально. До какого возраста можно давать соску? Я не давала, я не знаю. Такое тоже может быть, это нормально. А когда нужно везти ребенка к стоматологу? В год, наверное. Вообще в месяц ведут ребенка к стоматологу, чтобы посмотреть на десны, на уздечку, если что, ее нужно подрезать или нет. Но в целом в год это тоже хорошо, потому что многие думают, что только когда вылезут все зубы, это может быть вообще в пять. И там пропускают кариесы и так далее. Вообще периодически с ребенком рекомендовано ходить раз в полгода к стоматологу, потому что у них слабая эмаль. Особенно если дети любят сладкое. А я знаю, что ты можешь дать сладкое, и я в том числе. Я не из тех мам, которые типа сладкое точно нет. Для того, чтобы просто предупредить какой-то кариес или какие-то вот эти помутнения эмали. Что делать, если ребенок проснулся ночью? Поглазить и сказать, спи дальше. Все спят, и ты спи. Правильно, это правильно. Не нужно вставать, включать свет и начинать с ним играть. Это правильный ответ. Когда должна быть собрана сумка в роддом? У меня не было сумки в роддом. Не знаю. А почему не было? Потому что там все было? Там все дают, да. А, ты же рожала в Испании. И ты и там, и там, да? И у того же, наверное, врача, чтобы она тебя вела. Ну, я там какие-то бодики положила свои, но они сказали, у них все есть. Ну да, это у нас только нужна целая сумка, где там все на всякий случай. И еще этот на унитаз, мало ли, мало ли не будет какую-то мягкую штучку, чтобы нормально можно было сесть. Отлично. Теперь поотвечаем на ваши вопросы, которые вы задавали в Инстаграм мне и Марии. Соответственно, на Марии буду отвечать я, а на мои Мария. Давай, ты первая. Ребенку 1,6 кусается, когда злится. Может себя бить по лицу или голове. Что делать? Вам нужно отправиться в видео «Кризис 1,5 года». Оно появится здесь или вот здесь. Где-то точно будет ссылка, обязательно посмотрите. Но на самом деле это стандартная история кризиса, когда ребенок не может справиться со своими эмоциями. И он их проявляет вот в таком виде. Нужно с этим поработать, нужно распознать эмоции. Но изначально нужно посмотреть, как вы себя ведете в стрессовой ситуации. Возможно, вы также, когда, допустим, злитесь или не в ресурсе, вы можете где-то приударить ребенка. Или в общении с мужем у вас есть какие-то такие явные разборки. И ребенок может это тоже считывать. Так, мой вопрос. С кем было сложнее в первый год с сыном или с дочкой? Думаю, с сыном, потому что не было опыта, во-первых. Ну и вроде у дочки поспокойный характер. Да, повезло. Так, твой следующий вопрос. Чем лечить зеленые сопли ребенку? Зеленые сопли, по факту, можно уже, наверное, ничем и не лечить. Потому что обычно после зеленых соплей все заканчивается. Но тут нужно смотреть по ситуации. Потому что иногда можно закапать нос чем-нибудь, типа протергола. Иногда можно пообшикать нозанексом, тоже смотря по ситуации. С зелеными соплями все, с одной стороны, очень легко. А с другой стороны, непонятно, почему они дошли до зеленых. Нужно посмотреть обязательно уши, нет ли отита. Нужно посмотреть, не начинается ли какая-то проблема с миндальными. То есть, на самом деле, вся лор-история у детей, она требует достаточно качественного подхода. И периодически все-таки посещать лор-врача. Потому что у ребенка, у него очень быстро развивается отек, в отличие от взрослых. И поэтому из этого могут быть гаймориты, отиты и так далее. Поэтому я бы рекомендовала прям этим моментом заняться. И все-таки проконсультироваться с врачом. Именно по особенности того или иного ребенка, который реагирует на ОРВИ. Так, мы ей бы сказали, о, проторгол, что вы советуете? Так и скажут, скорее всего. Так, мой вопрос, правильно? Откуда столько силы воли? Не знаю сама. Мне кажется, спорт, наверное, закалил. И характер. Ну, то есть, я просто такой человек. Так, давай твой вопрос. Это будет наш последний вопрос. Как ты считаешь, возможно ли, Пол, победить аутизм у ребенка? К сожалению, мой ответ будет не нов. Невозможно. Можно найти способы. Можно как-то направить это в какое-то интересное русло. Потому что очень много людей с аутизмом достигают каких-то высот в чем-то. В чем они уникальны. Но вылечить это, к сожалению, никак невозможно. Можно я все-таки последний вопрос задам? Он очень классный. Хотела ли бы ты, чтобы твои дети были олимпийскими чемпионами? Нет. У меня нет такой цели. И мы с мужем всегда говорим, что мы не хотим их в профессиональный спорт отдавать. Но если так получится, что он будет заниматься или она каким-то видом спорта, и у них будет получаться, им будет это нравиться, мы не будем этому препятствовать. Супер. Это супер правильный ответ, чтобы ни в коем случае не свои цели не транслировать через детей. И типа ребенок сможет, раз я не смогла, это совершенно некорректно. Круто. Спасибо тебе, Маш, большое, что ты пришла, что ты была честной, рассказала про такие интересные, щептильные вопросы везде. Была искренней. Я желаю тебе только, чтобы у тебя все получилось, чтобы все твои мечты сбылись. И я так понимаю, что пока ты ставишь свои мечты и цели, то они у тебя всегда сбываются. Поэтому я тебе только этого и желаю. Спасибо тебе большое. И тебе спасибо, что пригласила. Я очень рада. Может быть, буду полезна для кого-то из твоих подписчиков, для тех, кто посмотрит это видео, сделает какие-то выводы, что в жизни все возможно и счастье возможно в любых обстоятельствах. Наши мурашки. Спасибо большое. Все. Пока-пока. Всем пока.